Приветствую вас. Надо сказать, что почти всегда расставание дается тяжело в том случае, если человек испытывает определенную привязанность к своему партнеру. То есть, условно говоря, у вас возникла проблема в том, что вы через щур, видимо, были заинтересованы и остаетесь заинтересованы в мужчине, который вас, собственно говоря, сейчас сбросил. Вот вы заинтересованы в этом человеке и заинтересованность, которая у вас имеется, она, собственно говоря, и не позволяет вам ну, условно говоря, пережить развод, как вы говорите. То есть, именно она не позволяет вам сделать так, чтобы вы смогли, ну, условно, да, двигаться дальше. То есть, это такая вот достаточно серьезная проблема ваша. Вот. Значит, и в первую очередь, на что нужно обратить внимание здесь, это на характер мыслей, которые у вас имеются по поводу своего молодого человека. То есть, вам необходимо выделить, с чего конкретно, что конкретно вы хотите от мужчины сейчас, на данный момент, что вам от него нужно, почему вы вы так активно пытаетесь человека вернуть. Для чего он вам? Зачем он вам? Откуда такая нужда взялась в нем у вас? Вот это, пожалуй, то, что необходимо вам для себя выделить. Это то, что вам необходимо для себя определить. Вот. И, соответственно, тогда вам станет уже куда более понятно, как пережить развод. То есть, пережить развод не нужно переживать. Вот в этом, в этом смысле, да. Вот в этом смысле, в том смысле, что... ...вот. А чтобы, ну, как-то, ну, как-то, ну, значит, стараться, значит, там, например, себя подавить. Да? Вот. А в этом смысле не нужно пытаться переживать. Ну вот. Наоборот. То, что сейчас с вами происходит, то, что сейчас вы испытываете, это свидетельство, это следствие вашей, ну, условно говоря, зависимости от человека. Это следствие вашей нуждаемости в нем, и у этой нуждаемости есть свои причины. Какие причины конкретно нужно смотреть, какие причины конкретно нужно разбирать. Вот. Но, совершенно точно, совершенно точно и совершенно очевидно, что вы в чем-то нуждаетесь. Как правило, это, ну, что касается нужды, да, это безопасность, то есть базовые потребности, да, безопасность. Любовь. Потребность в любви. Чувство собственной значимости. Вот. И, как правило, это еще, значит, ну, условно говоря, да, привнесение себе тех качеств, вот, которые есть у... Ну, были, есть у мужчины. То есть, ну, вы нуждались и нуждаетесь в этих качествах, которые были и есть у мужчины. Вот. И, соответственно, именно поэтому вы продолжаете о нем думать. Именно поэтому так важно, чтобы вы, значит, своей мысли, которые у вас есть, чтобы вы эти мысли разобрали, чтобы вы эти мысли рассмотрели, чтобы вы попытались увидеть, что скрывается за этими мыслями. Вот. Понимаете? Вот. Какая потребность скрывается? Потому что любая привязанность, она имеет под собой, ну, условно говоря, для, значит, какие-то, вот, корни, да, вот. И любая привязанность имеет под собой форму. То есть, вы не можете просто взять и сказать, знаешь, вот, я в тебе нуждаюсь, например, да, ну, своему мужчине, как бы. Я в тебе нуждаюсь, знаешь, как бы, вот, ты мне нужен, там, допустим, извини, к примеру. Давай быть вместе, поэтому. Вот. Так же вы сказать объективно не можете. Вот. Это нормально, что вы не можете так объективно сказать, потому что, потому что это было бы неправильно, это было бы неэтично, это было бы плохо. Вот. И поэтому вы думаете и убеждаете себя, что нуждаетесь в человеке, по факту. Ну, вот. Ну, что вы его любите, что у вас к нему чувство есть, это, на самом деле, это, по сути, это потребность. Вот. Это потребность именно в вас. То есть, это потребность ваша в мужчине. Вот. Значит, то, что касается его быстрой перемены, да, вот, как вы говорите, что он уехал. Одним, да, приехал совсем другим. Это означает, что, как правило, какое-то недовольство копилось, копилось, копилось у человека, вот, ну, соответственно, когда он был с вами, это было что-то вроде, ну, что-то вроде привычки, знаете, то есть, как бы, привык, у него уже был какой-то опыт, вот, он не хотел ничего менять, это было, как-то, ну, вытекало все одно из другого, вот, и, соответственно, ему просто, ну, не хотелось. Вот. Когда же он уехал, да, там он пожил немножко другой жизнью, новой жизнью, вот, это раскрыло ему кругоссор, определенный, вот, раскрыло ему, значит, глаза на какие-то вещи, он, может быть, почувствовал себя как-то вот по-другому и решил, значит, что так дальше жить он не хочет. То есть, какие-то в нем новые, вот, чувства появились, вот. Новые чувства, да, не к вам, не к какой-либо женщине, а просто вот, значит, просто новые чувства. И это означало, по сути, что отношения ваши, они выстраивались, ну, не совсем, возможно, на каких-то таких позитивных началах, да. То есть это означает, что ваши отношения, возможно, выстраивались на, к примеру, ну, больше на какой-то, может быть, привычки какой-нибудь, вот, может быть, что-то еще у вас было. Ну, вот. То есть это, ну, конечно, нужно исследовать, это, конечно, нужно смотреть, потому что вот так, да, говорить о том, что с вами происходит, да, и почему вы так реагируете, вот, ну, на мой взгляд, да, нельзя. Вот. И так реагировать на мой взгляд, так рассуждать о том, почему вы так среагировали на это, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, неправильно. Вот. То есть нужно исследовать этот момент более подробно, ну, вот, более детально. Вот. Как более, как и более детально нужно исследовать, ну, то, что вы хотите, хотите. То, что вам нужно, и всё вынуждаетесь. Вот. Потому что, опять же, да, вот, исходя из того, что вы написали, это, ну, не совсем понятно. Дальше. Сказал, не видит радости в отношениях, создавать семью не планирует, а значит, и тратит моё время смысла нет. Ну, я бы сказал, что здесь есть достаточно интересная ситуация, когда мужчина как бы говорит, что он не хочет создавать семью. А из этого возникает как бы вопрос, да, ну, логичный вопрос. А вы, вы хотите семью, получается? То есть у вас, у вас, эм, желание, э, э, семья есть. А зачем, простите, вот, э, ну, вам, э, семья для чего она вам? Вот. То есть, ну, зачем вам нужна семья? Вот, ну, в данном случае, для чего? А вот, мне кажется, это тоже то, что вы могли бы для себя подумать, да, то есть, может быть, вы, ну, требовали чего-то от своего мужчины, да, вы что-то от него требовали, вы чего-то от него хотели, вот, такого, что он, ну, к примеру, дать вам, допустим, не мог. Вот. А может такое быть? Ну, на мой взгляд, да, вполне. На мой взгляд, такое может быть вполне. То есть, ну, конечно, нужно анализировать, да, нужно смотреть, нужно смотреть. Нужно смотреть, что конкретно, значит, происходило, как конкретно выстраивались ваши отношения, вот, и что они в себя, соответственно, включали. Вот, потому что на данный момент, опять же, это все лишь следствие. Нужен делать анализ ваших отношений, вот, нужно смотреть на то, в чем вы нуждается и так далее. Дальше, вы пишете, вроде так, значит, я уже все перепробовал из советов, на работе большие объемы взяла, спорт-хобби, ну, не всем это помогает, мне сейчас немного сменило, отдохнуть уехал, но сразу не могу представить, думать, что делал, не так, где не было, делал, не знаю. Ну, совершенно очевидно, что отношения вы где-то не завершили, да, то есть, тут нужно отношения завершить, вот. Это первое. То есть, вы, как бы, постоянно, ну, возвращаетесь, да, да, вот, возвращаетесь снова и снова к отношениям своим. Вот, у этого, опять же, ну, тоже, тоже должны, должны быть свои причины, почему, почему вы, почему вы так поступаете. Вот, у этого тоже должны быть причины, почему вы так себя ведете, да, вот. То есть, почему, для вас, допустим, так важно понять, где вы недолюбили и что вы делали не так, вот. То есть, это тоже, тоже необходимо исследовать, это тоже необходимо проработать. А, вот. А, вот так. Вот так, вот так. А, то есть, причины, причины. Думать о том, что я делал не так. Почему вы решили, в плане, что вы, именно вы делали что-то не так? То есть, по какой причине вы решили, да, что, что дело именно в вас? Ну, почему вы решили, что у вас все дело? Ведь, вполне может быть, что мужчина, ну, сам, просто сам, просто сам принял решение и все. То есть, вы здесь ни при чем. Вот. И излишняя концентрация на ОСБ здесь, то есть, позиция такая, что это из меня, что это я что-то сделал не так. Но она тоже, возможно, имеет под собой какие-то основания, да, что вы склонны, там, допустим, себя обвинять и так далее. Вот. А, значит, то есть, здесь, опять же, вы пытаетесь, как я понимаю, компенсировать то, что вам не хватает. То есть, вы надеетесь, что, если вы поймете, вот, ну, если вы поймете, что вы сделали не так, вот, то, соответственно, вы сможете, ну, мужчину своего вернуть, вот, хотя на самом деле, конечно, это совершенно не так, потому что, ну, далеко не всегда можно вернуть человека, который решил уйти. И далеко не всегда можно вернуть того, кто сам принял решение о завершении отношения, ну, просто потому что это может быть сознательным таким выбором человека, да, это может быть таким, ну, просто сознательным выбором человека. И, как бы, вы на этот выбор не влияете. Но то, что вы считаете, то, что вы считаете, что можете, можете повлиять на этот выбор. Ну, это, конечно, говорит о том, что у вас отсутствует четкое расставление личных границ, потому что здесь нет личной ответственности. то есть, как бы, как бы, понимание того, во что отвечаю я, значит, за что отвечает другой человек, вот. Вот. То есть, тут, как бы, тоже с личной, с личной ответственностью, да, угу, значит, е-м-м-м, я дума, нужно поработать, вот. Дальше. Что касается того, что вы пишете, вроде бы я работала в дом, вроде бы работала и дом в порядке держала, по-быстрее дела, но это по сути начинается ещё перебор, то есть это по сути начинается поиск, поиск причин, хотя они не всегда могут быть. Всегда были темы для разговоров, совместные увлечения, планы, но все комплименты со стороны мужчин, попытки пригласить куда-либо, реагирую крайне агрессивно, причем как-то бесконтрольно. Ну здесь может быть конечно страх, страх повторения, да, страх повторения негативного опыта, Плюс иногда бывает такое, вот у людей, которые зависимы, да, у людей зависимых бывает такое, что, значит, они не хотят никого видеть, кроме своих любимых условно говоря. И болезненно, болезненно очень не реагировать, когда им напоминают, что, ну, что, мол, кроме этого человека, да, есть, как бы, ещё другие мужчины. А раздражение возникает по той простой причине, что человеку хочется именно найти, как бы, замену, замену тому, кто ушёл, да, а это получается ответственно, ну, далеко не всегда. Это получается. Вот. Поэтому отсюда и агрессия. Вообще агрессия это и страх, и не отреагированность, и, в общем-то, влияние такое вот, если можно так выразиться, да, влияние, подсознание, подсознание, подсознание на то, в чём вы действительно нуждаете. То есть подсознание сейчас говорит, что мужчина вам не нужен, что на мужчину вы чересчур засыклили, к примеру. Вот. Ну и так далее. Так-то ведь понятно, что это несколько изобласта предположения, но тем не менее. Вот. Вот в принципе так. Подсознание переживать не нужно. Именно переживать, да, там, смысл, что, ну, что в себя, в себе это хоронить не нужно. Наоборот, нужно это выплёскивать. Можно наоборот это выражать. Вот. Вот. И тогда, собственно, всё будет лучше, чем сейчас. Вот. Потому что, если вы, к примеру, сможете, да, пересчитать, допустим, вставание, тогда как, ну, вам хочется, да, что в этом случае достаточно большой, большая вероятность, да, большой шанс, что вы совершите, ну, те же ошибки, что и совершили в отношениях с этим мужчиной. А может быть и не ошибки, а просто вы будете вести себя так же с мужчиной, да, а в итоге, в итоге ему будет просто, ну, так же, недовольство будет каплиться, 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 да, и вдруг он просто уйдёт. Так же непонятно, первый ли ваш это мужчина или нет, да. То есть, если первый, вот, что, ну, мне кажется, мало вероятно, что первый, да, потому что вы работаете, и вообще, если бы это был первый мужчина, то, ну, наверное, вы бы немножко по-другому описали. Вот, значит, отношения у вас, скорее всего, ну, не складываются с мужчинами. Нужно смотреть, почему не складываются, да, нужно смотреть, что не складывается, и так далее. Вот, это вот то, что я могу вам ответить. То, как я могу вам сейчас, на данный момент, да, ответить на ваш вопрос. Значит, ну, что, что еще можно добавить? Созависимость, созависимость, эм, вообще любовная зависимость, если она есть, да, она появляется не на быстром месте. А в основе неё так или иначе лежит идеализация, идеализация человека, идеализация машины, вот. И, как бы, где идеализировать, эм, где идеализировать, эм, его, эм, можно и нужно, оп, де идеализировать. Можно и нужно. Но, для этого, эм, знаете, нужно просто идеализировать. То есть, не просто, грубо говоря, у вас, эм, что-то забрать, эм, нужно что-то и дать. То-то вам. Вот. Потому что, если ничего не давать, да, то, какой тогда смысл? Какой тогда, какой тогда, какой тогда резон, да, вам, к примеру, эм, пересевать? Эм, ну, эм, допустим, расставание. Вот. Так что, вот, эм, Светлана. В целом, я думаю, ответить вам можно. Так. На ваш вопрос. Эм, надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что это было вам интересно, надеюсь, что вы для себя какие-то моменты выделите. Вот. В заключение, мне бы хотелось, эм, сказать так, что вы написали, написали эм, свой вопрос, эм, в раздел любовные отношения. Ну, ну, то есть, психология, да, но в раздел любовных отношениях. Вы написали. Эм, я вам совершенно точно могу сказать, что, именно отношений, эм, вот, как таковых, у вас, боюсь, уже нет. Именно отношений, как таковых, как таковых, именно отношения, как таковые, ага, я боюсь, они уже у вас закончились, потому что, ну, отношения всегда строят, эм, двое людей. Вот. И, как бы, вот, эм, вы остались одна, эм, сейчас, да, вы остались одна, с отношениями, да, эм, со своим отношением, точнее, к мужчине. Вот. Но будет лучше, если вы, эм, перестанете считать, эм, считать, то, что, эм, происходит, да, вот, то, что сейчас происходит, отношениями. Это не отношениями. А, то, что вы описываете, да, это, скорее, такая вот, ну, ваша психологическая активность, да, это, 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 это вот, именно, именно психологическая активность ваша, но не отношениями. Уже нет. Это уже не отношениями. Это уже, к сожалению, что-то другое. Эм, чем раньше вы перестанете считать это отношениями, эм, тем лучше будет для вас. Эм, чем раньше вы перестанете считать, вот, то, что происходит с вами, отношениями, эм, вот, тем будет лучше для вас. Отдельным пунктом хотел бы отметить, эм, то, как вы воспринимаете, ну, как вы воспринимаете машину. То есть, эм, ну, кто он, кто он для вас, кто, что для вас представляет машина. Эм, вот, как вы его видите, эм, что он, он, эм, значит, эм, для вас. Эм, вот, эм, мне кажется, это тоже очень важный аспект, потому что, эм, именно, вот, эм, то, как вы видите мужчину, эм, своего, то, как вы к нему относитесь, эм, значит, ну, сейчас, на данный момент, эм, эм, позволит лучше понять, эм, вам, эм, что же вам от него нужно, и почему же вы, эм, эм, постоянно о нем думаете. Ведь постоянно думаете о нем, да, это своего рода навязчивая мысль, а навязчивая мысль, это уже несколько, эм, эм, аспект, да, это несколько другой аспект проблемы. Вот, поэтому, Светлана, тут так. На этом все. Если, эээ, у вас остались вопросы, ээ, буду рад помочь, эээ, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Еще раз, пока не обchedу. 2